А перед началом ролика рекомендую посетить игровой канал Александра Мэтт Бро. На канале вы увидите различное прохождение игр от шутеров до симуляторов и игры серии кино. Ну и естественно по катушке Яротрак Симулятор 2 куда же без них. Домашняя обстановка и ламповые стримы обеспечены. Все ссылочки в описании. Друзья, всех рад приветствовать в своем канале. Меня зовут Дмитрий, это канал Добро Едет. И эта тема касается Евротрак Симулятор 2 и Американ Тракт Симулятор обновленной версии под 1.37. Ну и предыдущие версии тоже на самом-то деле. Ну, наисвежайшие версии это 1.36, 1.37. Да и в принципе и предыдущие тоже. Ребят, сегодня тема такая. Я не буду играть в ЕТС или в Америку, заходить в игру. Я сегодня подискуссирую на тему сезонов и вот этой всей темы, связанной с погодными модами. И для тех, кто не знает или не знал или пользовался, но не всеми, я сегодня хочу вот именно поговорить на тему, связанную с сезонами. Как вы знаете, в ЕТС и в Америке погода ну такая себе. И нету никакой динамической вот этой смены погоды, да, как я хотелось бы. Потому что и движок вроде там то позволяет, то не позволяет. И вот жалко, что нельзя заезжать в какие-то местах, где имитируется другой климат, да, где-то в горах снег, где-то там в других местах жара, где-то осень, там ну и дождь, там такая слякоть, да. Ну как бы таких вот почему-то тем нету в ЕТС. Хотя хотелось бы, да, если взять какие-то игры типа Forza Horizon, где эта динамичная смена вот этой всей и дня и ночи, и погодных каких-то вариантов, и дождей, и снегопада, там, и покрытия. Ну вот, к сожалению, в этих играх пока на данный момент такого нету. Возможно, когда-нибудь мы до этого доживем. Вот, ребят, я сейчас нахожусь на сайте под названием Grims Mod. Это один единственный разработчик модов, погодных модов, который сделал вот эту всю тему, связанную с сезонами. И мы можем этими сезонами варьировать и воспользоваться ими, да, и играя в наших условиях, допустим, Россия, да, там сейчас у нас весна, май. Мы можем использовать весеннюю погоду. Будет лето, поставить себе летний вариант сезона и кататься и радоваться жизни. Будет у нас осень, поставим раннюю осень, ближе потом позднюю осень и зимний вариант модификации. Поэтому вот сейчас маленький такой обзор именно по этому сайту, официальному сайту, где вы можете скачать именно эти сезоны и варьировать ими. Причем в данный момент уже обновлены, большинство количества этих модов обновлено под версией игры 1.37. Ну давайте посмотрим. У вас он будет сайт на английском языке. Если вы используете Google Chrome, нажимаете правой кнопкой мыши, перевести на русский язык. И здесь вы, как вы видите, уже есть вот обновленные моды. Ну допустим сейчас у нас весна и они есть разные, есть ранний весенний мод, да, если я сейчас переведу опять же на русский язык, то здесь прям это официально страница мода. Ранняя осень, 1.37. И здесь особенности, что старые дороги, поля, трава и текстур заменены на более какого-то там высокого разрешения. Это осенняя погода, вот ранняя такая, такие вот определенные текстуры неба здесь. Да, вот как вы видите, здесь вот более такая текстура осенней погоды и осенней тематики. Действительно это имеет место быть и это действительно классно и круто. И преобразовывают вообще игру, делают ее интереснее и хочется играть в нее, ездить на разных траках, траках и ездить на этих траках, траках, траках. Вот, так что вот такие вот дела, ребят. Это что касается мода на раннюю осень. Все это, естественно, ссылочки я все оставлю. Работает, естественно, он с промоцем, TSM, Rusmam, кого-то. То есть, в принципе, совместим с большим количеством различных модифицированных карт. Также имеет поддержку полностью всех дополнений, которые есть на данный момент. Лучшие изменения сейчас вот в новой версии. Улучшены текстуры неба, дорог и так далее и тому подобное. Естественно, это нужно тестить самому. Поставить и тестить. Да, опять же, нюансы, что он говорит о том, что эти погодные моды конфликтуют с другими какими-то погодниками. Это нужно, естественно, тестировать. Если использовать его графику NextGen, то нужно использовать только базовую часть. То есть, об этом все прописано и рассказано. Все официальные скачки, ссылочки на скачку данных модов имеются. Также есть дополнительные модификации на темное небо ночное. И можно, видите, использовать с любыми модами на сезоны. Также HDR по умолчанию ранней осени. Что такое HDR? Это более цветовая насыщенная картинка. Также можете ее использовать. Это все абсолютно бесплатно, но вы также можете поддержать автора, пожертвовав ему определенную количеству сумму денег. Также здесь вы можете скачать старые версии. Ссылочка сейчас на 1.36, на 1.35 и на 1.34. Поэтому этот мод, в принципе, универсален даже под предыдущей версией игры. И это, что касается, допустим, ранней осени. Давайте перейдем теперь на весенний мод. Он также обновлен под 1.37. Здесь уже вы видите более цветовые, красочную картинку, цветочки. Все расцветает. Опять же, такая, знаете, жизненная такая позиция, что ли. Опять же, переведу на русский язык. Все то же самое. Определенные какие-то настройки и описание к данной теме. Что растительность, больше цветов, больше текстуры облаков. Весеннее, кстати, да, изменение, опять же, времени. То есть, помимо этого мода, опять же, изменен климат и часы. То есть, как вы знаете, есть такая тема в игре. Точнее, не в игре, а в прописке. Это файл dev. Папка dev. Там есть файл под названием климат, который изменяется. И также есть файл под названием env data, в котором изменяется порядковый номер. Как это объяснить-то? Ну, допустим, есть у нас 22 июня. Если не ошибаюсь, это, по-моему, самый длинный день. Самый длинный день в году. Его порядковый номер, по-моему, 173. То есть, он 173 день в году. И там это все так же прописано. И, соответственно, варьируя этими значениями, он приближает более вот эту тему к той или иной графике, к той или иной, точнее, к тому или иному погодному режиму, короче говоря. Понятно. То есть, у нас там зимой будет раньше ночь наступать, да, и вечереть будет летом. Будет более длинные дни, будет короткая ночь, ранние рассветы. И там более долгие закаты, да. То есть, в один часов ночи будет все прекрасно видеть, видится как днем, да, как обычно у нас летом происходит. Вот. Также то же самое работает со всеми картами. Как вы видите, вот на картинках, опять же, цветочки, все остальное. Вот. И опять же, вы можете скачать как последнюю версию. Также можете скачать предыдущие версии. И использовать у себя в игре. Ставится, естественно, в приоритете высшим, чем карты и грузовики. Потому что это является погодным модом графическим, да, таким, как бы, график из погоды в совокупности. Но, опять же, вы можете использовать вместе с решейдами. Никто это не запрещает. Либо попытаться использовать другими какими-то графическими модами. Но, возможно, вылетит или не вылетит. Тут надо смотреть, естественно. Ну, вот как-то так, да. Вот есть весна. Новая летняя графика более насыщенная. Погода более насыщена. Более такие вот облака. Опять же, цветочки. Она более зеленоватая. Более текстурированные деревья здесь. И все то же самое под старые версии и под новые. Ну, и вот поздняя осень. Более блеклая. Более такая сухая. Более такая угрюмая, что ли. Да, туман здесь уже будет у нас, да. Туманные дороги. Пасмурная погода. Дождь. Ну, и все в этом духе. Короче говоря, ребят. Небольшой такой вот обзор по этой теме, да. Именно что касается погодных модов. Ну, это сейчас я показываю вам для Евротрак Симулятор 2, да. То есть зимний мод есть, естественно. Зима у нас. К сожалению, на последних модовых картах, ну, нестабильно зима работает. Просветы зеленые имеются. И где-то тоже косички какие-то есть. Но это лучше, чем ничего в любом случае. Понимаете? Действительно, это лучше, чем ничего. Установка элементарная. Помимо этого, если вы играете в ETS, это будет у вас для Евротрака, да. Симулятор, то есть это все дело имеется. Также для АТС, пожалуйста. В Америке вы также можете поставить и летний погодный мод, и зимний, пожалуйста, погодный мод. Да, и также использовать уже в Америке зиму. Едешь такой где-то в Лос-Анджелесе, короче, на побережье Майами. У тебя снег фигачит. Но, к сожалению, такое вот в этих играх имеется, потому что эти, к сожалению, моды не рассчитаны именно на изменение погоды в определенных регионах, странах, городах, там, ну, не то же городах, странах, материках и т.д. Да, то есть это полноценность, если это зима, то это будет зима вообще везде. Даже там, где ее нету. Приехали в Африку, а там зима херачит. Бывает и такое. Ну, к сожалению, это вот только так это делается, ребята. Пока это только так, это возможно игрой. Ну, опять же, вы можете использовать зимние, летние, весенние, осенние, поздние, ранние моды этой графики для Америки и для Европы. Еще от себя хочу добавить, что есть достаточно большое количество различных тоже модификаций. И, на самом деле, я бы хотел обратить внимание, я показывал про реалистичный дождь. Есть такой мод на реалистичный дождь. Здесь его у него, по-моему, нету. В интернете, если забить, ребят, вы можете найти. Так и называется реалистичный дождь. Это самый, наверное, топовый дождь. В совокупности с этими погодными модами будет работать просто отменно. И вообще просто шикарно. Да я даже, в принципе, сейчас покажу, наверное, SCS. Нажму я здесь Rayen. Вот он, реалистик. Вот он, реалистик Rayen, так и называется. Я ссылочку на него также скину. Попробуйте. Дождь здесь отменный. Это, если говорить Steam-версия, обычная версия игры, то видите, какой здесь. Ну, вот брызги какие, какие здесь брызги. Поэтому разница очень существенная. И также обновлен он под версию игры 1.37. И в совокупности с погодными модами, с этими сезонами, он будет работать отменно, друзья. Вот, собственно, что я хотел с вами сегодня продискуссировать. Надеюсь, я в данном видео показал вот эти сезоны. Вы их будете использовать. Ну и кататься. Шершавый. Всем добра. Увидимся на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова